День России, ежегодно отмечаемый 12 июня, совсем молодой праздник, но его истории не менее интересны, чем у солидных дат на протяжении десятков лет, присутствующих в государственном календаре. В теперь уже далёком 1990 году именно в этот день была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Этот документ стал началом распада могучей империи СССР. Это были смутные времена. Ровно через год, 12 июня 1991 года, прошли первые демократические выборы президента Российской Федерации, на которую главой страны, подавляющим большинством голосов, был выбран Борис Ельцин. В 1994 году глава страны подписал указ об учреждении нового государственного праздника – Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России. Люди не сразу привыкли к празднику нового времени и поняли важность этой даты. Более того, некоторые не хотели принимать праздник, не считая подписанной Декларацией о Российской Федерации поводом для лькования. Люди старой закалки были уверены, что этот шаг был одной из причин развала мощной державы. Однако дальнейшие исторические события доказали, что механизм распада СССР был запущен и остановить его уже было невозможно. Ну как же, смена власти была. СССР уже не стала Советский Союз, а стала Россия пришла. Горбачева сняли, тут Ельцин появился, тут был такой переворот. А вы помните ваши эмоции, ощущения в том период времени? Страшно были, радостно были? Ну какая радость? Конечно страшно было. Там когда в Москву танки пришли и все, конечно страшно было. Что сейчас в Пьеве творится? Видите, так и здесь у нас почти было то же самое. 12 июня долго называли Днём Независимости, но с годами такое название постепенно начало утрачивать свою актуальность и становиться непонятным молодому поколению. В 1998 году Ельцин предложил переименовать важнейший государственный праздник в День России и сделать его тем самым понятным для всех поколений. Тем не менее, свое сегодняшнее имя праздник обрел лишь в 2002 году. Официальное постановление было принято 1 февраля в момент вступления в силу нового трудового кодекса. По Советскому Союзу ностальгия. Россия должна быть таким же, как и Советский Союз, сильным, крепким. Граница Советского Союза. Моя, так сказать, желание, моя мечта, чтобы это все вернулось. Но по-доброму. По-доброму. Так же, как и Крым присоединился. Вот, я думаю, наше поколение, мне кажется, это ностальгирует, повторяюсь, о том, что было. Потому что было много хорошего. Ну и сейчас вот тоже много хорошего есть. Но желательно это все складывать, собирать в единое. И вот с чем мы начали разговор. Чтобы вот эти вот дети, которые маленькие, которые побольше, росли на хорошем, так сказать, относились по-хорошему как к стране, так и к родным, к родителям, к соседям. Теплые летние дни позволяют с размахом отмечать праздник на улицах города. 12 июня на концертных площадках и в парках проходят праздничные концерты, показательные выступления, народные гуляния и другие массовые развлекательные мероприятия, в которых все участвуют по собственной инициативе. Улицы городов, общественные здания и жилые дома украшают государственными флагами. Из громкоговорителей звучит новый российский гимн. В праздничной дате нередко приурочивают торжественные мероприятия. В Кремле в этот день традиционно вручают государственные премии, а в регионах награждают тех, кто отличился заслугами на государственном уровне. Вручает паспорта юным гражданам России. К сожалению, опросы показывают, что далеко не каждый житель России знает, как правильно называется праздник и каков его смысл. Некоторые по привычке именуют 12 июня днём независимости и не понимают главную суть торжества. На самом деле смысл его прост – национальное единство и общая ответственность за будущее страны. И не только своей страны, как выясняется после событий в Крыму и в Украине. Независимость русского народа от жителей братских стран, когда-то входивших в состав Советского Союза, сегодня приносит свои смертоносные плоды, и весь мир замер в ожидании. Вступится ли сильная, мощная и свободная Россия за Новороссию? Ведь наша страна всегда считалась государством добра, примером справедливости, мужества и героизма. Она стояла на защите мирного населения, являясь надёжным щитом, начиная со времён Чингисхана и заканчивая гитлеровской Германией. Что делать сейчас? Броситься на помощь и ответить на провокацию со стороны Запада или остаться в стороне и наблюдать, как гибнут под огнём фашистов наши братья и сёстры, некогда родные и близкие соседи? Однажды неверно сделанный исторический шаг в сторону разрыва Союза, сегодня вернулся трагедией и опасным бумерангом для каждого жителя планеты. Такова цена мнимой независимости друг от друга. Очевидное противостояние сил зла и добра вошло в активную стадию. Россия обязана победить. Я думаю, в дальнейшем мы будем ещё сильнее. На фоне того, что сейчас происходит у нас в мире, мощь нашего государства и сила, оно всё равно на фоне вот этих всех событий даёт о себе знать. Я думаю, что в будущем мы всё-таки объединимся и у нас будет всё хорошо. Будет, как и было, славянские народы, они были, есть и будут самыми великими, самыми сильными и самыми дружными.